Одни защищают чужое имущество от посягательств со стороны злоумышленников, другие от огненной стихии. 39 сел и деревень. Более 3,5 тысяч жителей Солнцевского района теперь могут быть спокойнее. В селе Шумаково начал работу пост пожарной охраны. Вернее, продолжил в новом качестве. Несколько лет назад местные жители сами вызвались следить за безопасностью. Теперь они официально надели форму спасателей. Подробнее расскажет моя коллега Алина Фурсенко. Раньше ближайший от Шумаково пожарный пост находился в 15 километрах в поселке Солнцево. Местные жители волновались и несколько лет назад мужчины решили организовать добровольную дружину. У нас даже недавно был случай, когда у нас уже здесь действовал пост и загорелся дом. И буквально наши пожарные сработали очень оперативно и практически 10-15 минут и дом остался цел. Но если бы с района, конечно же, шла пожарка, конечно бы были последствия очень тяжелые. В свои выходные представители разных профессий, аграрии, водители приходили на суточные дежурства. Теперь они трудоустроены уже официально. Изменились и условия работы – диспетчерская, комнаты отдыха, столовая и теплые боксы. Спасатели и водители пожарных машин вспоминают, что начинали практически с нуля. Здесь была старая кочегарка, здание было. Старое, разваленное. И мы начали с этого здания. Потом пристроили второй бокс. И так все началось. Теперь здесь две машины, компьютеры, средства связи и необходимая экипировка. Малых пожарных постов, подобных Шумаковскому в регионе, 22. И 65 добровольных пожарных команд. Это полностью соответствует нуждам области. Теперь идет тренд качества. Вот качество, о чем мы говорим сейчас. Вот этот пример, что мы будем из тех команд, которые сегодня работают, мы будем их усиливать профессиональными пожарами за счет перераспределения численности. И создавать уже хорошие такие части, как это делается и за границей, как это делается и в Московской области. Новый пост по традиции осветили и пожелали пожарным сухих рукавов. Однако спасатели признались, есть у них и талисман рыжий, как огонь, кот Маркиз. Провожает и встречает команду с выездов. Зверь появился здесь вместе с первой пожарной машиной. И, как утверждают огнеборцы, запомнил ее устройство. Знает отсеки пожарного автомобиля. Отсек один, отсек два. Вот покажешь ему крыло, прыгает на крыло, на подножку, на отсек. И для нас пожарный кот исполнил команду «Лежать». Брейк, давай, давай, давай. Ой, ты молодец. Ой, ты умница. А прямо рядом с постом на столбе свели гнездо мирные птицы аисты, будто желая работникам поменьше чрезвычайных происшествий.